Батарея 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 Помоги нам, Господи, избавиться от тяжести наших мирских забот, которые мешают нам прийти к Теве, как должно. Наставь нас, Господи, помоги, укрепи нас в вере православной, дабы мы были истинными христианами не только по слову, но и по делу. Благослови наше собрание, дабы мы не уклонялись ни в лево, ни в право. Тебе слава, слава им, Отцу и Сын, и Святого Духа, ныне и пречисленного веки веков. Аминь. Позовите всех сюда, детей тоже пригласите. Читаем толкование на сегодняшней сегодняшней тени. Я прочитаю весь текст, а брат прочитает толкование. Еще раз слушаем. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир. Интересно. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Акадь послал других рабов, сказав Скажите званым, вот я приготовил обед мой, текцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегшие то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит им рабам своим, Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнится возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда небрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, Срезав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. И эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смех и стол, а сия брачная, брачную радость, то есть воскресенье. Притом в этой показывают еще худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих. А здесь призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю подавляется Бог, потому что является не каков Он сам себе, но каким прилично Ему являться для нас. Так, когда мы как человеки умираем, побеждаем и немощами человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем как боги, Бог восстает сонми богов. А если живем как звери, то и Он бывает для нас, как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетавая его со всякую благообразную душою, украшенную добрыми делами. Ибо жених Христос, а невеста церковь и чистая душа. Рабы, посланные вначале, это Моисея, бывшие за ним, которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне ссоры и не восхотели принять Слово Божие духовной радости. Потом посланы были иные рабы-пророки, но и из них, одних они убили, как Исаию, над другими поругались, как над Иеремию. Кое-кого верили в Тин и Роб, а более умеренные отвергли в посланников, и один ушел на свое поле, то есть уклонился от полтоугодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой свой куплю, то есть жизни любостяжательной. Таким образом, притча показывает, что удаляющиеся от духовного брака, от общения и пиршества Христова удаляются по большей части по всем двум причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страстям любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечерю. Вечерю называется, потому что сей брак вполне открылся в последние времена. К вечерю или к кончине веков, а обедом, потому что и в прежних, в веках открыто таинство, хотя не так ясно. Тельцы мои, и что откормлено заколото, означает ветхий и новый завет. Таким образом, Господь призывает нас вкушать благую пищу ветхого и нового завета. Но знай, что и тот доставляет пищу, кто ясно истолковывает своим слушателям божественные слова, ибо научающий ясно, действительно как бы подает хлеб и кормит им простых сердцем. Здесь спросишь, как повелевается звать уже званых? Но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим врожденным нам учителям. Но Бог посылает еще внешних учителей, дабы они призывали и внешние тех, кои призваны внутренним, посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них потребили неверных иудеев и сжег град и Херусалим, как повествует историк Иосиф. С 8 по 10 стих. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Так как первые рабы Моисея с сотрудниками пророки не убедили иудеев, то посылали других рабов-апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутиям, ибо они и сами между собой были не согласны. И те худые учения, которые им учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Итак, вышедшие из Иерусалима к язычникам апостола, собрали всех, злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и нения порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. Одиннадцатый, четырнадцатый стих. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Толкование. Пришествие на брак бывает безразличия, ибо все мы, добрые и злые, призваны одной благодатью, но потом жизнь вошедших подлежит истязанию, великому истязанию, если по вступлении в вечер оврячемся оскверненными. Уже с нем все же помышляют, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользует одна вера, и тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся в одежду щедрот благости и братолюбия. А много таких, которые обращают тщетную надежду и думают получить Царство Небесное, и, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над оным, недостойным, Господь показывает, во-первых, то, что Он человека любит, а потом, что и мы никого не должны осуждать, хотя бы явно, кто грешил, доколе согрешающий не обличиться судом. Слова Господа к слугам или карающим ангелам, свяжите ему руки и ноги, научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связуются все деятельные силы души, и нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. Скреджет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрание Божие. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что себя прическазано было против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избранные. Аминь. Спасибо, Христос. Дорогие братья и сестры, мы знаем, что Слово Божие живо и действенно. Сейчас только брат сказал, что толкование это как бы обращено к иудеям, это притча, да? А вот ко мне она относится или нет? Относится и очень относится. Я себя сегодня услышал в этой притче, увидел в этой притче. Простите меня ради Христа, братья и сестры, что я подал вам соблазн вчера не вывезти здесь на вечернее благослужение. Утонул, утонул в Ге. Элементарно. В саду. Ну, начинает, можно заправдывать. Три недели там я вот договаривался, не могли привезти, и все там надо было приготовить место, и все такое прочее. Вот и едва успели, приехали поздно уже в 10 часов, вернулись, даже без отдыха. Но, опять это все для плоти. А душа скорбит моя, потому что я не был вчера здесь. Было приготовлено, тельцы были приготовлены, служба была здесь, Слово Божие звучало, а меня не было. Скорблю. Простите меня ради Христа, и помолитесь о мне грешни. Так что каждый должен к себе прилагать Слово Божие. Тогда она будет живо и действована. Когда она будет живо и действована, она будет спасительна. Тогда мы не зря будем ходить сюда, топтать дворы и полы здесь, в храме. Ну, о наших нуждах. О болящих, конечно, прежде всего. Братья и сестры. Валя у нас заболевая сегодня позвонила в 6 утра. Она вчера была с ребятишками, а сегодня заболела она. Молитесь. А, сама заболела? Со мной заболела, да. Помоги Господи. Так, Настя лежит у нас в больнице. Я обращаюсь к сестрам. Надюша вот заезжает там к папе и как-то и к Насте забегает, и Таня вот заезжает, слава Богу. Ну, это как бы они посетили, молодцы, попроведали. А старшее поколение, мы, кто если сможет, подойдите ко мне, кто в какой день захочет посетить. Вам всем обращаются. В понедельник или во вторник выписано. У нее 5 капельниц, да, с четверга. В четверг же ее положили? Ну, ладно тогда. В четверг. В четверг. Ну, и все. Приехал в четверг. Ну, вот это такие у нас дела. Ну, Банасте, поскольку про Банасте заговорили, очень тяжело она переносит вторую, вот эту, это второй курс, да, хуже, чем первый. Ну, это дозировка другая, там была маленькая дозировка, сейчас дозировка большая. Ну, кроме того, у нее еще тут эзофагит, и воспаление, там, ночевой пузырь продолжается, то есть, осложнений много, поэтому, ну, молитесь, чтобы Господь дал ей силы и терпельно. Хотя она так, браво себя ведет, на удивление, слава Богу. я еще дальше продолжаю. Молитесь, она вот пришла сегодня, но она молеет, что-то милости поздно. Так, вот еще у меня, с Ниной разговаривала, Жовнира, всем поклон передает. У нее, с мужем, ему химию проделали, а сейчас точечная, лучевая, у него будет, вот они сегодня должны приехать. Ну, молится тоже она. Ну, и вчера был звонок, уже поздно, не всех обзвонила, я так, кому вот, сестрам старшим, тут позвонила, успела. Наталья звонила из Америки, вот приходит так. И она просила помолиться. Во Флориде, там вы знаете, смотрите все, что там идет страшный ураган, который все сметает. Людей много, миллионов уже, как бы, эвакуировали, а много еще, очень много людей, там оставшихся. И они вот звонят, и прощаются со всеми, уже, в общем-то, с жизнью прощаются. И вот у Валеры, у мужа Наталья, вот там сестра находится, да, София ее зовут, и муж Николай. Вот они там, они уже позвонили, попрощались, там какие наказы отдали, родителям всем, уже, в общем-то, попрощались со всем. Вот, поэтому, ну, молитесь, такое дело, за всех людей надо там молиться. Так, еще, нашлась у нас, Валя Кравченко, слава тебе, Господи, мы так переживали за нее, она, ну, совсем плохая была у нас. Ее забрали, сын забрал, ну, дело в том, что до последнего момента она не знала, где она будет находиться. Вот, уже последняя ночь, мы здесь уже, вот с ней все, последний день, она, я не знаю, то ли мне сюда возвращаться, то ли мне идти на свою квартиру, я не знаю, куда я. Ну, мы, как бы, с Александрой предложили, пойдем ко мне или к ней, но она пока, вроде бы, ну, неопределившаяся такая. Вот, а когда уже приехали хоронить, вот мы стали, приехала сын ее со снохой, она говорит, а мы забираем маму. Ну, что же вы раньше, она так переживала, куда ей. А вот, в самый последний момент, они, что, комнату ей приготовили, что все это, все для нее там есть. Ну, и как-то, звонить, в общем, мы вот пытались, она, не трогайте никак, и, в общем, запечатали ее. Телефон у ней забрали, а новый ей купили. Вот, и поэтому, вот, связи никакой, мы переживаем все равно, ну, как так. Хотя, я вот и очень просила, говорю, она давно в храме не была, говорю, ну, как-то, это, отправьте ее на такси, а мы обратно ее прям привезем. Все, нет, и все, никак, в общем. Ну, и здесь я, Маргарита, она говорит, у меня знакомые в милиции, я узнаю. Вот она разыскала адрес, и вчера была. Ой, слава тебе, Господи, вот она как-то с Татьяной, там, ну, просила прощения, да вы нас простите, вы что-то недопоняли, мы там друг друга, как-то, и все, Валик, в общем, она улыбается, я как на курорте здесь, у них свой дом, огородик там, и все, они, картошку, как раз она там помогала перебирать, счастливая, довольная, и все, мы прямо рады, очень, да, ну, я думаю, я сейчас со снахой все-таки поговорила, говорю, ну, мне хотелось бы, надо с вами встретиться, и, ну, как-то вот она должна позвонить, и мы съездим. А в каком месте Таня живет, если вы думаете, может быть ее забрать, привезти в храм? Они, они живут, пока нет, вот я опять с ней вчера говорила, по телефону, я говорю, ну, может быть, как-то она нет, что вы вроде как и лезете, да, дайте ей хоть 40 дней, вот вроде бы как она это, они не понимают, в духовном плане, они совершенно не понимают этого. По-другому. Вот ей надо вот отдохнуть, и все, понимаете как? Ну, мы, может быть, съездим, если так как-то, трясем этот вопрос. Они живут во Власихе, или в Масиликат? Они живут во Власихе, во Власихе, и там где-то далеко добираться, потому что Маргарита один раз искала, не нашла, ну, просто не дошла, в этот раз ее просто довезли, прям до места, вот, ну, и говорит, если так поедешь, я думала, вот, ну, может, так разыщу, она говорит, нет, ты не разыщешь, так, надо доехать, прям до места, ну, может, Сережа как-нибудь, потом договоримся. Вот это, да, адрес, вот узнали мы адрес, это по Валентине, теперь еще, у Любови Петровны сегодня день рождения, ну, кто желает, поздравьте ее, все равно приятно будет человеку. Так, и еще по телефону, вот, вы знаете, еще прошу, у меня звонков очень много, особенно вот в этом месяце, столько звонков, и это, это, конечно, все это дорого, сильно, поэтому я просто прошу, вот, кто-то звонит, особенно, вот мы старшее поколение, вот туда, потому, это так долго, и как-то прервать стыдно, неудобно человек, это, и в то же время, это такой разговор получается, давайте как-то коротко, позвонили, по делу, да, по делу, позвонили, раз и все. А мы когда звоним, у вас снимается, что ли? Да. Почему? Не знаю, но у меня, у нее левитаря минуты, вот, тысячу рублей в этот раз заплатила, все это вы четыреста, и это шестьсот, никогда. Да на домашний звонят, ты что-то? На домашний, на домашний, по минуту. Что там, и на домашний? 585 рублей. Пусть звонят на сотовых, говорите еще. Звоните на сотовых. Какой звонить-то надо? На 913? На какой звонила? А что на домашний? Что-то звонит? Нет, она к ней звонит. Ну, поняли, да? Сделали замечание, примите это к сведению. Все в мире. Была вчера Таня Новикова у меня, она говорит, у нее провалился душ и туалет на первый этаж. У нее руки все, как я пилю сама, у нее же там вот такие кровавые мозоли, все. Может быть, кто-то может ей братья помочь. Но она не просила ничего, хотя бы помолиться. И у нее, конечно, тяжело, и очень плохо на себя чувствовать. Сегодня, не зачитывали болячки, не слышно. Надо все время за нее... Она всегда болячка. Она всегда болячка. Четвертое салет. Ну что, я уж туда не могу. Так, еще болячка. Я не вижу надежды. Иванны. Она... Нет, она не болеет, она пошла в другой храм. Николай вот приехал, она... Ну, немножко, может, не помогает, но она в другой храм идет. В Двое Павло. Это с дерева тоже, Маргарита тоже в другой храм пошла. Люди видят нас. Я хочу поблагодарить всех за молитвы. Я думаю, что мне Господь посещает, Он меня любит, очищает. Поэтому я считаю, что это посещение мне на... Ну, как сказать, на мое духовное состояние очень так повлияло. И поэтому я благодарю Господа за его посещение. Это все по грехам нашим. Господь любя очищает нас. Благодарю Его. И вас благодарю за молитву. Любовь Петровна, она передавала всем приветствие. Вчера мы поздно уже разговаривать с ней. И она сказала, что она еще пока не домогает. Но 17-го, говорит, обещала быть. Так, ну, всегда помните о брате Сергии, который в Воронеже. Помните о нем, что он постоянно в наших молитвах должен быть. О его матери Татьяне, чтобы Господь избавил их от ропота, уныния и отчаяния. И подал силы, хоть как-то, хоть немного облегчил его страдания. Уже просто трудно себе представить. Это 15 лет уже лежит человек. Это чудо Божие. Это для нас наставление такое. Для нас пример, для подражания, чтобы вы по нашим болячке по сравнению с его это вообще ничто. Попрошу помолиться о сестре моей надежде. Ей 2 августа сделали операцию по поводу мочекаменной болезни. Сейчас у нее почка не функционирует. И было тоже верующие. Мама у них очень верующая. Они читают Слово Божие. Они молятся. И она медицинский работник. И такое получилось на указус. Казалось бы, мы выписали. Все отлично. Все хорошо. Больничный закрыли. Это не указали. Осложнение такое пошло. Помолитесь, пожалуйста. Эту неделю мы будем брать направление в строевую больницу. И какой будет у нас теперь дальше промысел Божий о ее лечении отец. Помоги, Господи. Надежда. В Арнауте мы идем за этим всем. Раиса Николаевна мы видим лицезреем слава тебе Господи. А я что? Ну не было бы нас. Жива, здоровы, слава Богу. У меня сильно голова болела. Не знаю почему. Вот это место вот и прям операцию-то как там? Не оперировали? Ничего не оперировала. Настя написала, я спросила, почему ее ребятишек нету. Она сказала, что они знаете, погода вчера, как вы говорили, последний теплый день был и сейчас начинаются дожди. Они начали копать картошку, у них в трех или в четырех местах картошка растет. И они ее не докопали и она у них там лежала и в общем что-то Андрей их подвел и он им, наверное, в крам не пустил, что надо ее собирать, убирать, потому что сегодня дождь обещают. и они с пяти утра сейчас там потому что надо успевать все дома и поэтому они не пришли сюда дома помолятся. Василия давно нету, но туда, в его эту плитушку не достучишься, не знаю я вот, и тут тогда надо пораньше пойти, чтобы постучать, посмотреть, кто поспрашивает, где он, где-то помолите, что Господь его обнаружил. Владимир вчера был, кто видел? Был, был вчера, но он мне звонил, я вчера 13 звонков пропущен, у меня было там даже телефон у меня куда-то было подойти. Помолитесь еще внучке моей, 39 с лишней температуры, несколько дней уже, пока непонятно откуда. Как звать, Таисия? Таисия, да. Таисия. О рабе Надежде, жене моей, помолитесь, она 13-го пойдет на операцию по поводу плоскостопии, там, хавикс-вагусы, на стопе в федеральный центр. 13-го сентября. То есть, у нас такая. Нет. Еще у кого нужды какие-то... По престольному празднику батюшка говорил, как здесь... Да, он говорил. А по нашему престольному празднику он говорил про их, Анфима, Анфима, не комедийская. Нет, а у нас как он приедет? Он приедет сюда? Он приедет сюда? Приедет он. Он приедет, конечно. Это же среди недели? Да, среди недели. Он, по-моему, 28-го уезжает сразу, поэтому 27-го здесь будет. А выходные он там будет? Он в воскресенье приедет сюда. В субботу вечером. В эту субботу, в воскресенье здесь будет? В воскресенье, в субботу будет. Да, в субботу вечером. Так, ну вот, мне позвонили, Анфиса попала под автобус. Сбел автобус. Сбел автобус, да. Ну, у меня там, мы все уже, вот, мы целую неделю молимся, Анфиса, чтобы живая была. Я, это не смешно, братья и сестры. Я призываю вас, особенно пожилых и молодых, приехавших из деревни, будьте очень внимательны. Вот вы переходите, начали переходить дорогу. Светофор есть даже. Светофор есть, он хорошо. Нет светофора, есть светофор. Сами себя обеспечивайте свою безопасность. Иначе будет так, как один брат у нас любит говорить, пешеход был прав, но был. Был прав. Мы уже не пили на молодежке, она шла на зеленый свет. Переходить начали, смотрите налево. Дошли до середины, смотрите направо. Нет, это машина. Даже если светофор там, зеленый вам свет, все равно смотрите в обе стороны. Будьте внимательны. Потому что водители, он даже, может быть, и не лихач, а кто-то ему помешал увидеть, свободно или не свободно. И он полетит. Всегда убеждайтесь. Будьте внимательны. Слава Богу, что все обошлось, как хорошо. А что, правда, что попадала? Не правда. Подумай, проехала автобус. Вы что? Кондуктор пострадал. Она же кормилица моя. Она таких вкусных курей вырастила. Такая хозяйка. Ну вот. Еще у кого есть какие просьбы, пожелания, нужды? О ком болящем мы не вспомнили? Да. Сегодня Игорь должен выезжать. Поля, помолитесь? За всем? Или... Вахты. А там, как Бог даст. Ну, он заканчивает работу, да? Возрастает. Вахты заканчивают. Вахты заканчивают. Вахты заканчивают. Вахты заканчивают. 20 дней закончилось. А, еще потом поедет? Еще может поехать. Как Бог даст. Еще поедет или нет? Я ответила. Как Бог даст. Молимся, а тут еще все заканчиваем. Ну, и о брате Викторе, помните, да? Да. Брат Виктор, который там, теперь, за границей, чтобы Господь, ну, во-первых, воссоединил эту семью, наконец, чтобы они приехали сюда и чтобы было в мире любви и согласия. Так он на сколько уехал? Да кто знает. В двадцатых числах должен возвращаться. Он звонил, батюшка сказал, что он позвонил, сказал, мы возвращаемся, молитесь, вроде как сказал мы. Ну, хорошо. Так что, может, Бог даст, все будет хорошо. Еще попрошу вас, помолитесь о брате Вячеславе, который нам знаком по интернету. Ну, вам по интернету, может быть, а я-то с ним уже дважды общался, там, будучи в Москве, у него семья разваливается. Там вроде как венчаны, оба верующие. Вячеслав, да. Ее зовут Юлия. Ткачев. Ткачев, да, Вячеслав Ткачев. Он мне позвонил, что вот там до рукоприкладства дошло дело. Ну, одним словом, так что, ну, знаете, помолитесь, чтобы Господь все уладил, чтобы образумил, чтобы все было в любви. Да, Вячеслав, Вячеслав и Юлия. Они были в Патеринске? Нет, они не были. Брат, как насчет занятий? По интернету пока у тебя не возобновились занятия? Нет, 14 октября. Игнать Тихонович вернется, будем заниматься. 14 октября. Братья, прошу вас, у кого будет дорога, здесь мимо будете, где-то близко, ну, заедьте, посмотрите, чтобы вода была у голубей. Чтобы без корма еще они какое-то время проживут, но без воды они погибнут. Да здесь сейчас пойдут, так что не погибнут. Так что, ну, вот, смотрите. Снег скоро пойдет. Ага, мы снег-то не знаем. Да, брат. Местное наше такое, значит, там коммунальные услуги, они меченые. Сейчас. И просьба такая исполнять. Мальчики направо, девочки налево. А почему не наоборот? А потому что есть мадам, а есть жентльмены. Понятно. Там, видите, и просьба исполнять, потому что, ну, конфуз. Уже был такой, ну, зачем? Второй-то раз идти. Типа мужо, да? Мужо, да. Подписали. То есть, захожу, я конкретно, я конкретно захожу, а там лицо противоположное у пола. Ну, что закрыться, или рукой придержать, или что-то. То есть, понимаете, конфуз-то кому? Мне или ей больше? Что-то новое уведешь? Ну, и ничего не увидел. Тут просто, может, человек понимает, что раз и сознательность потеряла. Вот так вперед. То есть, это такое пожелание, чтобы, ну, сапчины было, чтобы не было потом мучительно стыдно и больно. Можно маленькое? Кому нужна фасоль, может, вот тут вот на заборе, возле входа висит, оборвите ради Христа, створки можно диабетиком заваривать, фасоли на салат, на сут, на куда угодно. Иначе сейчас дожди, заморозки, она просто пропадет. Все, не надо оборвать. Заговорили об урожаях. Вот еще раз прошу, вот сюда, в погреб, у кого здесь хранилось какие-то овощи, там, морковь, там, картофель. Почистите все эти свои места, где вы там хранили. Приготовить к следующему урожаю. Понятно. А ключей нету. У тебя там хранится? Сегодня, сегодня, я скажу, в человеке нет. Все услышали, да, братья Сёдна? У кого еще есть какие-то просьбы? Значит, занятия, брат, Сергей Павлович проведет. Оставайтесь на занятия. Трапеза, духовная трапеза будет занятием. Заканчиваем. Достойно есть какого истину вложить Тетя Богородицу и сновлаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую херобин и славнейшую без сравнения серафим. Безысления Бога Слова родшую сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которые втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, брати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небережении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за судой правды Твоей. Верхвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сына, Святой Дух. Аминь. А мед это что, разберите? Может, у нас тут трапеза будет? А чей мед? Ну, это продают мед. Надя, наверное. Надя. Андрюш, я тут девчонка. Еще он не знает, где это.